Иран и МАГАТЭ могут прийти к соглашению. Об этом заявляют дипломатические источники в Вене, где находится штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии. О большой вероятности подписания такого документа может говорить и возможный визит в Тегеран директора организации ЮКИ Аману. Окончательное решение о поездке должно быть принято в ближайшие дни. И, судя по всему, во многом оно будет зависеть от намеченных на 7-8 ноября в Женеве переговоров с участием шестерки международных посредников. Об иранском ядерном досье и не только моя коллега Нина Шамуге. Переговоры по иранской ядерной проблеме не могут продолжаться бесконечно. В преддверии женевских дискуссий глава МИД Франции предупредил своего иранского коллегу. Время на исходе. На встрече, посвященной возрождению двусторонних отношений, французский дипломат все же предпочитал говорить о главном. Завтра и послезавтра в Швейцарии намечен очередной раунд дискуссий вокруг ядерной программы. Париж, который входит в шестерку посредников, в очередной раз указал иранским дипломатам на необходимость реализации конкретных и проверяемых мер как можно скорее. Иранские дипломаты, осознавая, что терпение Запада не безгранична, стали подкидывать уголек надежды. В Тегеране не исключают, что в Женеве будет наконец-то достигнуто определенное соглашение. Но если стороны так и не придут к консенсусу, не катастрофа. Впереди еще много работы. Главное – взаимоуважение и равенство, отмечают политики Исламской Республики. «Мы живем в новом мире. И, думаю, нам нужен совершенно иной подход в международных отношениях. И Иран, конечно, готов играть новую роль в мировом сообществе». Но можно ли играть новую роль старыми приемами? Себе вновь напомнил верховный руководитель Ирана. Аятулла Али Хаманеи сформулировал четыре красные линии, которые могут помешать шагам навстречу Западу со стороны президента Хасана Рухани. Первое условие – отказ от закрытия подземного объекта в Куме. Второе – отказ от установления пределов в 5% для обогащения урана. Третье – не брать на себя обязательства по ратификации дополнительного протокола МАГАТЭ. Тегеран подписал его 10 лет назад, но так и не ратифицировал. И, наконец, четвертое условие – продолжение строительства реактора на тяжелой воде в Араке, что сохраняет возможность производить плутоний, необходимый для создания атомной бомбы. Именно ядерная угроза со стороны Тегерана не даёт покоя Западу и главному антагонисту Ирана – Израилю. Старые песни на новый лад – так в Иерусалиме комментируют иранскую риторику. Премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаниагу, воспользовавшись очередным визитом на Ближний Восток госсекретаря Джона Керри, вновь призвал США ужесточить санкции в отношении Тегерана. «На днях мы слышали из Тегерана призывы «Смерть Америки», и мне думается, что это и есть настоящее лицо иранского режима. Ему нельзя иметь самое опасное в мире оружие. И пока иранцы продолжают его разработки, следует продолжать оказывать на них давление и даже усиливать его. Нужно добиваться полного, а не частичного разоружения Ирана». Но для полного разоружения нужно и полное согласие. А в Тегеране пока лишь говорят о готовности пойти навстречу, в то время как Запад ждёт реальных шагов. И не исключает, что режим Исламской Республики вновь тянет время. Аналитики заключают, даже без подстрекательства Иерусалима, американо-иранский медовый месяц скоро подойдёт к концу. Нина Шамугия, РТВА. В Иерусалиме сегодня говорили не только о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Госсекретарь США и глава правительства Израиля обсуждали одну из самых острых международных тем – ближневосточное урегулирование. Джон Керри призвал Бениамина Нетаньягу ускорить переговоры с палестинцами. В свою очередь, премьер еврейского государства попросил главу американского госдепа помочь в нормализации мирного процесса, обвинив палестинцев в создании искусственных кризисов. По словам Нетаньягу, они продолжают нагнетать обстановку, агитировать против Израиля и избегать принятия решений, необходимых для заключения мира. Керри, впрочем, заявил, что относится к переговорам с осторожным оптимизмом. Мы продолжим усилия для того, чтобы посадить стороны за сто переговоров. Реальные компромиссы и трудные решения. Благодаря этому договорённость может быть достигнута. Израиль заслужил того, чтобы жить в мире и безопасности, а палестинцы заслужили того, чтобы у них было своё государство и мирная жизнь. В программе ближневосточного турнея Джона Керри и посещение палестинских территорий. Против визита на западный берег глава американского госдепа выступили жители Вифлеема. Они устроили акцию, на которую обвинили США в предвзятости в процессе мирного урегулирования. А также потребовали от Вашингтона полного замораживания строительства еврейских поселений. Мы выступаем против визита Керри в Палестину, в Вифлеем, к месту рождения Иисуса. Палестинский народ хочет мира, но мир должен быть справедливым. И у нас должно быть право на самоопределение. Мы требуем создания палестинского государства, освобождения заключённых и остановки строительства поселений. Российские деятели культуры написали письмо Владимиру Путину. В нём они попросили президента освободить экипаж судна «Арктиксанрайс» активистов «Гринпис» и журналистов, задержанных в ходе акции протеста в Баренцевом море. Подписи под документом поставили около 30 человек. В поддержку обвиняемых хулиганство-экологов сегодня выступили и их коллеги из «Гринпис». По Москве реки проплыли надувные лодки, над которыми развивались флаги с призывами освободить задержанных. Свою акцию они приурочили к заседанию Международного морского трибунала в Гамбурге. Сегодня там начались слушания по делу «Арктиксанрайс». Иск был подан властями Нидерландов, под чьим флагом плавало судно. Представители России на заседание не явились. В Москве тем временем решили усилить своё присутствие в Арктике. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах патрулирования акватории Северного Ледовитого океана. Прорабатывается вопрос в создании соединения патрульных кораблей ледового класса. Новой техники для сухопутных войск. Надеюсь, что в 2014 год у нас будет дополнительные возможности по и перемещению туда грузов, и контролю за обстановкой в этом регионе. О планах развития Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил в первую годовщину своего назначения на пост главы ведомства. Ровно год назад президент России Владимир Путин отправил в отставку Анатолия Сердюкова и предложил на его место губернатора Подмосковья и бывшего руководителя МЧС. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий, а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин